Программа «Дефакто» продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». О событиях в мире криминала расскажут наши корреспонденты и я, Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Вот главная тема выпуска. Жара, солнце, пляж и утопленники. В Гомельской области в зонах стихийного отдыха зафиксирован рост несчастных случаев. Подал объявление и оказался в реанимации. В Гомеле покупатели из России напали на местного мужчину и угнали его мотоциклы. Выращивал грибы прямо в компьютере. В Речице задержан креатинный наркодилер. А также культурные ценности нужно декларировать. Сотрудники таможни изъяли у Белоруссии старинную Библию. За прошедшую неделю в Гомельской области наблюдался рост количества происшествий на воде. Спасателями освода спасено 7 человек, в их числе двое несовершеннолетних. Не смогли доплыть до берега и утонули 4 жителя нашей области, а также гость из Санкт-Петербурга и житель Бобруйска. Основная причина утопления, утверждают спасатели, купание в опасных и запрещенных местах. Нередки случаи, когда водные процедуры принимались в состоянии алкогольного опьянения. 12 августа в деревне Хальч Ветковского района 27-летний гомельчанин не рассчитал свои силы, переплывая СОЖ. На середине реки его силуэт скрылся под водой. В этот же день в Житковичском районе при нырянии с высокого обрыва в Припять утонул 23-летний туровчанин. Там же, только уже в миллиардативной канаве, было обнаружено тело гостя из Бобруйска. Днём ранее в соседнем Петриковском районе Припять поглотила жителя Санкт-Петербурга. А в пятом микрорайоне Гомеля около автомобильного путепровода из воды извлекли тело жительницы областного центра. При этом список жертв мог бы быть значительно длиннее, если бы спасатели не предприняли контрмеры. Находясь в свободное от работы время на втором пляже города Петрикова, начальник спасательной станции Андрей Галицкий увидел, что двое несовершеннолетних оступились на глубокое место и оставшись без наблюдения взрослых и стали погружаться в воду. Он успел добежать до этого места и вырвать этих двух детей из воды с 6 и 8 лет. Мы бы хотели в период новых выходных и повышения температуры воздуха обратить внимание жителей нашей области, города Гомеля, на необходимость строгого соблюдения правил поведения на воде. Купаться только там, где им может быть оказана своевременная помощь спасателей. До 1 сентября все отряды освода, милиция и МЧС переведены на ежедневный усиленный вариант несения службы с привлечением резервного состава спасательных подразделений. На водоемах региона создано 11 дополнительных постов. Двое россиян жестоко избили гомельчанина и угнали у него два мотоцикла. Один из нападавших в ходе проведенных оперативных мероприятий был задержан сотрудниками ГАИ вблизи границы. История началась с того, что 22-летний гомельчанин разместил в интернете объявление о продаже мотоцикла «Сузуки». Покупателей долго искать не пришлось. К технике проявили интерес двое мужчин из Курской области, которые оперативно приехали в Гомель и начали искать встречи с продавцом. Она состоялась в деревне Романовичи в доме у родственников владельца мотоцикла. В ходе обсуждения сделки купли-продажи один из покупателей, схватив в руки резиновый молоток, стал наносить удары продавцу по голове и другим частям тела. Гомельчанин упал, а разбойники, завладев сразу двумя байками, скрыли с места преступления. Родственница потерпевшего, увидев, как молодой человек пытается встать с земли, вызвала скорую помощь и милицию. Всем нарядам милиции были направлены ориентировки. Мотоциклистов вскоре заметили в пригороде Гомеля между Березками и Ларещево. На большой скорости они ехали в сторону границы с Российской Федерацией. Нами было принято решение о преследовании данных мотоциклов. Преследовали мы до погранперехода селища. На погранпереходе селища данные мотоциклы свернули в направлении населенного пункта Корма. Мы проехали в прямом направлении, чтобы не вызывать подозрения у преступников, после чего развернулись и, проехав где-то 200-300 метров от перекрестка в направлении населенного пункта Корма, увидели, что два мотоцикла вместе с двумя молодыми людьми стояли возле проходной дорожной организации. Один из мотоциклистов увидел наше действие и начал скрываться. Второй также начал скрываться, однако мой напарник воспрепятствовал данным действием, сняв его с мотоцикла, преступник начал убегать, после чего мы вдвоем задержали его. Гомельчанин с ушибом головного мозга и переломами костей черепа оказался в реанимации областной больницы. В отношении лжепокупателей возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, сопряженное с разбоем группой лиц. Личность второго подозреваемого установлена. Он в розыске. Он использовал компьютер не только как средство поиска информации, но и как оборудование для производства наркотиков. В Речице сотрудники милиции обнаружили и ликвидировали подпольную лабораторию по выращиванию галлюциногенных грибов. 39-летний индивидуальный предприниматель, житель Речицы, попал в поле зрения правоохранителей из-за употребления психотропов. 13 августа оперативники наркоконтроля при проведении осмотра места жительства задержанного обнаружили специальное помещение для выращивания грибов, а также готовую продукцию. Измельченные сушеные грибы были доставлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области для определения наличия либо отсутствия в них наркотических веществ. Сотрудниками нашего отдела была проведена неотложная экспертиза, в результате которой установлено, что представленные плодовые тела грибов содержали в своем составе псилоцин. Соответственно, они являются особо опасным психотропным веществом, не используемым в медицинских целях, грибами, содержащими в своем составе псилоцин. Грибы с этими веществами способны вызывать галлюциногенный эффект и оказывать иные воздействия на психику. Регулярное употребление их приводит к ущербу как психическому, так и физическому здоровью человека. Сотрудники милиции изъяли более 100 граммов готового дурмана и специальное оборудование для их выращивания. Речицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта до 5 лет лишения свободы. Заявление женщины об изнасиловании с опряженным с грабежом, имевшее место в ночь с воскресенья на понедельник в Гомеле, послужило основанием для возбуждения уголовного дела сразу по двум статьям. Подозреваемый был задержан милицией в течение часа. В понедельник около 4 часов утра 42-летняя жительница областного центра шла домой одна по улице Советской. В какой-то момент ее окликнул подвыпивший мужчина, а после знакомства предложил продолжить его в квартире. Однако в доме, куда он привел новоявленную знакомую, мужчина не проживал. Дверь подъезда, оборудованного домофонной системой, смог при этом открыть. По словам гомельчанки, кавалер пригласил ее на общий балкон, в котором под угрозой ножа забрал серебряную цепочку и 28 рублей, а затем изнасиловал. Потерпевшая, придя в себя, обратилась в милицию. Правоохранители в течение часа нашли и задержали подозреваемого. Как сообщили во втором отделении Гомельского городского отдела Следственного комитета, им оказался гомельчанин, ранее уже судимый за разбой и изнасилование. По факту совершенного рецидива в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия. Назначен ряд экспертиз. Жители Гомельской области попали в ДТП в Калужской. Один человек, житель Калинковичей, погиб. Девять находятся в больницах. Один из них в реанимации в тяжелом состоянии. По информации местной полиции, авария произошла в 3 часа 30 минут на трассе Москва-Рославль. Водитель мультивена «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения, затем в кювет, чем спровоцировал столкновение грузовика «Мерседес» и автобуса «Неоплан» на белорусских номерах. Уже известно, что оба транспортных средства имеют белорусскую регистрацию. В них находились 37 наших граждан. Пострадавшие из Гомельского региона, а также один из Гродненской области. Посольство Беларуси в России оказывает всю возможную помощь. Близким сообщили о происшествии, помогают связаться с медиками и добраться к родным в больницы. ДИП-представительство. На связи с МВД и ГИБДД Калужской области. Как сообщили в консульском отделе, по предварительной причине в аварии виноват водитель микроавтобуса «Фольксваген», который, выполняя обгон, подрезал грузовой автомобиль с прицепом. В результате чего водитель большегруза применил экстренное торможение, из-за чего прицеп занесло и отбросило прямо на автобус. В Реческом районе два ребенка получили сильные ожоги от воспламенившегося пороха. Инцидент произошел около 6 вечера 10 августа в деревне Комсомольск Реческого района. По предварительной версии, глава семейства, находясь в бане, начинял гильзы патронов порохом. В какой-то момент один из боеприпасов воспламенился. Искры попали в открытую банку со взрывоопасным веществом. Мужчина отбросил банку со струей пламени в сторону двери. В этот самый момент по роковой случайности на пороге оказались его сыновья. Мальчишки 7 и 15 лет получили ожоги первой и третьей степени тяжести. У старшего из них сильно пострадало лицо, вплоть до отмирания кожи, а также предплечье и голень. Следствием установлено, что мужчина охотник и у него есть соответствующее разрешение на хранение оружия и боеприпасов к нему. Все обстоятельства происшествия, а также оценка действий отца будут установлены по результатам проверки. Стоп-антиквариат. Сотрудники Гомельской таможни пресекли попытку ввоза старинной Библии в пункте пропуска Александровка. Редкая книга была обнаружена у пассажиров рейсового автобуса «Киев-Мозырь». Она находилась в дорожной сумке среди личных вещей гражданки Беларуси. Исходя из внешнего вида Библии, который свидетельствовал о ее древнем происхождении, сотрудники таможни решили направить раритет на экспертизу. Эксперт таможенной лаборатории установил, что Библия изготовлена в конце 18-го, начале 19-го века и, соответственно, является культурной ценностью. Книга написана на старославянском языке. Страницы от времени пожелтели. На некоторых из них имеются записи, сделанные руками владельцев. По словам сотрудников Гомельской таможни, условия хранения редкого экземпляра Библии могли привести к полному разрушению книги и утрате культурного достояния. В настоящее время Библия изъята. Гомельской таможней начат административный процесс по части 1 статьи 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Гомельская таможня напоминает, что печатные издания, созданные 100 лет назад и более, относятся к категории культурных ценностей и подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации. Автономный пожарный извещатель в Рогачевском районе спас на пожаре семью из четырех человек. Возгорание в частном доме произошло около трех часов ночи. К моменту прибытия спасателей происходило открытое горение кровли кирпичного дома. В огне находились также стены и мебель. По прибытию спасателей к месту вызова горела кровля кирпичного домовладения. Семья из четырех человек находилась на улице. Как выяснилось, данное домовладение три года назад было оборудовано двумя автономными пожарными извещателями. Хозяин домовладения 1963 года рождения проживает совместно с женой и двумя детьми. Как выяснилось, в момент возникновения пожара он услышал звук сработавшего автономного пожарного извещателя, разбудил жену и двух детей, и они вместе все покинули домовладение. Данный случай наглядно показывает, что автономный пожарный извещатель является тем прибором, который способен на ранней стадии обнаружить пожар и дать возможность вам вызвать спасателей и спастись самому. Это была программа «Де-факто». Берегите себя и своих близких. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok